Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сейчас как раз сезон заготовки, а также приобретение черенков винограда. Поэтому сегодня я коснусь этой темы, расскажу про хранение черенков и о том, когда их проращивать. Начнем с того, когда же проращивать черенки. Вот мы их приобрели осенью, в начале зимы. И первый вопрос, когда начать их проращивать. Конечно, есть большое желание начать делать это сразу. Более того, бытует много разных мнений, что если начать проращивать осенью, то у вас практически двухлетний саженец будет к весне. Я сейчас выскажу свое мнение. Я считаю, что проращивать черенки надо начинать где-то в середине февраля. Почему? Давайте исходить из того, что у растений есть свой жизненный цикл. Оно подготовилось к зиме, оно ушло на покой, и мы его начинаем будить. Непонятно зачем. Мало того, что мы его будем, мы нарушаем его цикл. Кроме того, если оно прорастет, проклевываются черенки, пробуждаются почки, то есть мы искусственно его будем. Но при этом у нас очень короткий световой день. Солнца растению не хватает, и оно вырастает слабеньким, либо нам надо специально делать какие-то подсветки, то есть очень много всяких нюансов. Зачем? Если мы дожидаемся где-то середины февраля, постепенно пока пробуждаются корни туда-сюда, все, пошел сигнал весны. То есть растение само в принципе понимает, что пора просыпаться и начинать расти. Когда бывают исключения? Ну, может случиться так, что по какой-то причине вам в руки попал тонкий маленький черенок. Может, вы приобрели такой, может, вы такой заготовили, абсолютно не важно. Но черенок маленький, тоненький, и мы понимаем, что до весны он может просто не долежать, он может высохнуть. В таком случае, да, действительно есть смысл начать проращивать его сразу. То есть, ну, скажем так, из двух зол мы выбираем меньше. Мы понимаем, что сейчас мы сможем его прорастить и как-то оживить, а весной, ну, еще неизвестно, долежит он до этого времени или нет. Либо какой-то, может быть, недозревший. То есть черенок, в качестве которого мы сомневаемся, есть смысл проращивать сразу, ну, либо чуть-чуть подождать, тоже там положить, например, в холодильник на недельку-две, все-таки ему этот запустить цикл покоя хотя бы небольшой, и потом начать проращивать. Во всех остальных случаях мы ждем середины февраля. Ну, можно даже конца, там не стоит существенно будет. Но возникает вопрос, как же сохранить черенки? Хранить их нужно в сухом, прохладном месте. Конечно, хороший вариант, если у вас есть подвал, тоже нормальный сухой подвал с прохладной температурой. Если этого нету, то вполне можно хранить в холодильнике. Ну, не надо закладывать черенки в холодильник вот так вот, в таком виде. Закрутите их в какую-то бумажку, газетку и сверху в пакетик. Все, положили на полочку. Ну, иногда там раз в две, в три недели проверяйте, потому что холодильники тоже могут быть с разной влажностью. Есть холодильники там, где вообще все сухо, есть такие более влажные. Поэтому на всякий случай открывайте, просматривайте, не пошла ли где-то какая-то плесень, например. Потому что такое иногда может случаться. Как я уже говорила, при хранении черенков, когда мы их складываем в холодильник, оберните их все-таки сначала в какую-то бумагу, либо газету, классно будет упаковочная бумага. И только потом в пакет бумага, она будет способствовать удалению излишней влаги. Смотрите, вот у нас часть черенков, ну, таких всяких некондиционных, она лежала просто в пакете. И вот, чтобы было видно, ну, во-первых, пошел где-то вот такая плесенька. И сейчас специально достану, чтобы было видно. Вот, смотрите, видите, мокрый. Мокрый. Вот эта вот излишняя влага, она нам и дает плесень. Это не очень хорошо. То есть некоторые пока что просто влажные, но на некоторых, как я вам показала, уже есть какой-то такой вот не очень хороший пушок. В принципе, он не такой уже страшный. Но зачем нам, чтобы это было? Итак, вот я выложила то, что у нас немножко. Вот, смотрите, вот. Здесь, может быть, плоховато будет видно, такой есть пушок. Вот здесь есть пушок. То есть кое-где есть такой пушок. Он еще небольшой, может быть разный. То есть глобально страшного ничего не случилось, но лучше это устранить. И как это сделать? Берем какую-нибудь емкость. У меня такой вот корыца. Вообще-то поддон для рассады. Наливаем водички и наслаживаем немножко марканцовки. Чтобы у нас был розовенький, такой светло-розовенький растворчик. Сейчас она вся растворится. Имейте в виду, если у вас марканцовка староватая, наливайте воды тепленькой, потому что в холодной она будет растворяться очень плохо. Вот приблизительно такой получился у нас раствор. Камера не передает полностью. То есть такой, правильнее сказать, ну темно-розово, но не темно-темно. То есть лучше сыпьте понемножку, будете регулировать, смотреть. То есть просто розово, чтобы правильнее было. И макаем сюда черенки. Выдерживаем в марканцовке 10-15 минут. Дольше не надо, еще осень. Поэтому не надо, чтобы сильно влагу напитывало. В принципе, даже и среди зимы 10-15 минут будет вполне достаточно. Ну и помните, я говорила, что разводим в теплой воде марканцовку. Если даже вы горячую налили, то подождите, чтобы остыло. То есть для черенков водичка должна быть прохладная. Все, 10-15 минут держим. Потом выкладываем, ну можно на какую-то газетку, например. Можно вот я вот так вот на бортики разложу, чтобы они полностью просохли. И после того, как наши черенки обсохли, мы их укладываем в газету, бумагу, все что угодно есть, то, что будет и хорошо впитывать. И плотненько закручиваем. Так, закрутили. Пакетик опять плотненько завернули. В холодильник положили и периодически проверяем. И еще один способ, который поможет сохранить черенки, это за парафинить их концы вверх и вниз для предотвращения потери влаги именно через эти срезы. И как же это можно сделать? Итак, мне понадобится стеклянная банка. Ну, у меня уже там был парафин. Свечка, которую мы просто вот немножечко сюда крошим. Ну, так-то как получается. Можно, конечно, целиком кидать, но это не совсем будет удобно. Потому что таять будет долго. В принципе, вот столько мне будет достаточно, потому что там уже есть. И теперь берем кипяток, все это заливаем. Почти до верха. И чуть-чуть ждем. Смотрите, вот начинает сверху уже собираться расплавленный парафин. Ну, буквально чуть-чуть. Вот он сейчас пойдет, пойдет, пойдет. Вот этот вот мой кусочек расплавится. И можем приступать к работе. Нам парафина достаточно до миллиметров 5. Если будет этот слой более чем. Теперь мы берем черенок и опускаем пяточкой. Сейчас, когда он сильно такой вот... можно подождать, чуть подостынет, он тогда будет гуще. Ну, в принципе, можно и сразу. Пяточкой. Раз. Слегка капелька такая мы ее, как бы, собираем. И другим срезом. Оп. Вмакнули. Все. Этого будет достаточно. У вас получается на срезе красивый тонкий слой. Раз. Два. Ну, хотите, можно еще разочек в тоненький. Раз. Потом при проращивании мы эти срезы просто обновляем, обрезаем. И все готово. Срезы все запрощенены. Таким образом, мы защищаем черенки от излишней потери влаги. Теперь завернули в газетку, в пакет и положили их в холодильник до середины февраля. Но к этому времени я обязательно сниму для вас видео по наиболее оптимальному способу проращивания черенков. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, вы найдете ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда, а также мои контакты. И, конечно, до новых встреч. Пока!